Накануне под председательством Акима области Бельгази Кусаинова прошло очередное заседание региональной комиссии по опросам борьбы с коррупцией, в ходе которого были рассмотрены меры по профилактике и пресечению коррупционных преступлений и правонарушений, совершаемых при выделении земельных участков. Первым закладом по данному вопросу выступил заместитель начальника финансовой полиции Караганинской области Канад Токтыбаев. Он отметил, коррупционные преступления в сфере земельных отношений являются отдельным приоритетом в их работе, поскольку данная сфера наиболее подвержена коррупционным проявлениям. За период 2010-2011 года по данной линии работы в нашем департаменте выявлено 12 преступлений. В 2012 году нами выявлено 18 преступлений по городу Караганда, 17, и, например, по городу Жизказгана, где было одно коррупционное преступление выявлено, по отношению начальника, выводил земельных отношений в городе Саппай, который оттуда за злоупотреблением государственным полномочиям выразившись в законопередаче земельных участков. Следующим докладчиком по этому вопросу выступил Есет Есенгараев, заместитель председателя карагандинского филиала партии Нур-Утан. Он рассказал о работе филиала в партии, куда граждане обращаются по вопросам выделения земельных участков, а также внес несколько предложений по устранению коррупционных причин и условий в данной сфере. Для решения более актуальных вопросов, в том числе земельных отношений, используются следующие акции. День акции, которые проводят консультации, проводятся в обращении органов, которые обязаны доставлять информацию и соблюдать законность в этой сфере. Именно приема граждан по вопросам реализации программ дорожного жадка бизнеса, где тоже отводим ли имя для пользования, можно выграя беременное на дороге и в будущем без коррупции. В этих акциях противодействия большого внимания по вопросам земельных отношений. Подводя итоги заседания, Аким области подчеркнул, что противодействие коррупции в сфере земельных отношений – дело особой государственной важности. Правоохранительными органами постоянно выявляются многочисленные нарушения земельного законодательства. Все это приводит к недовольству граждан, снижает налогооблагаемую базу, создает условия для совершения коррупционных преступлений и препятствует развитию предпринимательства. Еще раз предупреждаем всех активов городов и районов о персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений и соединенных сотрудниками ваших аппаратов. Нурилат Уржан, Улжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.